Всем привет! Друзья, мы находимся в городе Новосибирск, и этим октябрьским морозным утром начинается наша кругосветка. И как символ начала этого путешествия мы оставляем вот здесь, в районе аэропорта, такую вот записочку, которую мы планируем обнаружить здесь через два месяца по возвращении. Ну, надеемся, по крайней мере, что она все еще будет здесь. Если кто найдет, просьба оставить ее на этом же месте и просто сообщить нам, как указано, о контактных данных. Ну все, теперь нас ждет самолет на Дубай. Наш маршрут – Новосибирск-Дубай-Маврикий с 10-часовой остановкой в Дубае. Что ты думаешь об этом городе? Я пока не знаю, мы только приехали. Но пока очень-очень жарко, и очень много машин на дорогах. Еще у нас вот такой водитель. Мы решили использовать наше время, чтобы посмотреть самый высокий небоскреб в мире. Немного прокатились мы на метро в Дубае. Такая интересная особенность, что здесь есть вагоны для женщин и детей отдельно. Ну и есть также смешанные вагоны. Вот мы ехали в смешанном, но если женщины не хотят, чтобы к ним кто-то прижимался, они вот садятся в такие вагоны. И также очень приятно, всем не уступали место и не успокоились, пока я не села. Вообще, я скажу, что я не любитель каменных джунглей и таких вот небоскребов, когда все-все в городе так плотненько застроено. Но здесь, конечно, глаза просто разбегаются, и такое величие в этом во всем чувствуется. Вот он, Бурж-Халифа, самый высокий небоскреб в мире. Его высота 828 метров. Это Маврикий. Маврикий. Это первая страна нашей кругосветки. Вторая, если быть точной и считать ее после Арабских Эмиратов. Но Арабские Эмираты, наверное, все-таки можно не считать. Мы там провели совсем немного времени, и это был больше транзитный пункт. А Маврикий мы посвятили целых 10 дней. Почему Маврикий? Ну, для этого у нас было две причины. Почему мы выбрали именно эту страну? Первая причина нашего выбора – это то, что здесь все-таки потрясающее место для того, чтобы отдохнуть, ничего не делать, порелаксировать, понежиться на солнышке. И Маврикий подходит для этой цели идеально. Вторая причина и главная – это близость Маврикия к ЮАР. ЮАР – это вторая страна нашей кругосветки, и от Маврикия до ЮАР имеется очень хорошее авиасообщение. Чтобы не делать длинных перелетов, мы решили, что Маврикий будет оптимальной точкой. Пляжи на Маврикии – это просто взрыв мозга. Остров опоясан барьерным коралловым рифом, что делает купание очень комфортным. Субтитры создавал DimaTorzok ЮАР – что ты тут делаешь? ЮАР – читаю. ЮАР – делаю книжку в библиотеке. ЮАР – в «Стивен Кинг. ЮАР – ай-тий» ЮАР – точнее, это ИТ. Я сразу не сообразила, что это оно. ЮАР – это и можно найти вот такие прикольные сюрпризы. ЮАР – покажу. ЮАР – я не знаю, что это всё. Это наш друг, краснощекий Бюль-Бюль. Он регулярно посещал наше жилище и приводил с собой друзей. Когда нам надоело валяться на пляже, мы взяли машину. Я стою напротив водопада Шамарель, который впадает в кратер вулкана. Действительно, если присмотреться, мы видим такой чуть ли не четкий ровный срез. Не знаю, сколько лет этому природному явлению. Выглядит, конечно, очень красиво. Вот такая достопримечательность есть на Маврикии. Она называется семицветные грунты Шамарель. Мы действительно видим перед собой семь цветов, образованных природой. Это вулканическое происхождение. Здесь, в принципе, по всему острову встречаются какие-то остатки жизнедеятельности вулкана. И я думаю, что это одна из них. Что тут можно сказать? Местные, конечно, зарабатывают деньги на данные достопримечательности. Причем хорошие деньги. Ну вот, на Маврикии немного достопримечательностей. Это одна из них. И я думаю, надо же как-то жить на туризме острову. На самом деле, это не такой большой кусочек земли, но красивое и интересное явление. Итак, сегодня второй день, когда у нас есть машина. И мы отправились исследовать набережную Порту Луи. Ну и вообще сам Порт Луи. Довольно-таки красивое место. Мы, правда, с трудом сейчас нашли, где припарковаться. Ну вот, наконец-то нашли платную парковку прямо на самом краю берега у залива. И пошли гулять по городу. О Маврикии можно говорить, делая скидку на масштабы острова. Если мы говорим, что такая большая набережная, то значит она, ну, такая набережная. На самом деле, здесь все очень небольшое. Форт Аделаида. Очень, кстати, классное место. Если бы мы сюда не приехали, мы бы, наверное, составили не такое, не очень полное, может быть, не с тем правильное впечатление о городе. А здесь его видно, во-первых, вот, со всех прям концов. Здесь его видно очень хорошо. Видно ипподром огромный. И море. Одно из интересных мест, где стоит побывать, это ботанический сад. Один из старейших в мире. Вот эти вот гигантские водяные лилии. Они действительно гигантские. И вот сразу возникает вопрос, можно ли по таким перебежать? Вот их тут целый куст. Такой цветочек. А вот тут самый африканский Бообаб. Сегодня тут какое-то интересное мероприятие. Может быть, это невесты воруют. Что-то прям завораживающее. Сегодня весь день с пляжа доносились вот такие звуки барабанов. И, наконец-то, мы добрались посмотреть, что же это все-таки такое. Позже нам рассказали, что данный обряд был посвящен окончанию поста Хьюти. А теперь о приятном. На днях в Инстаграме мы разыграли конкурс. Это была вот такая вот открытка с Маврикия. Конкурс заключался в том, чтобы угадать следующую страну нашей кругосветки. И у нас уже есть победитель. Точнее, даже два победителя. Это Маркус и Лиза. Открытка уже подписана. И она уходит в Стокгольм. И сейчас мы ее отправим с почты. И в Инстаграм каждый раз мы будем разыгрывать такой же конкурс, где нужно будет угадать следующую страну нашей кругосветки. Создаем такую некую интригу. Вот, пожалуйста, участвуйте. Ссылку на свой профиль в Инстаграм я оставлю внизу. Всем будем рады. Так, едем в аэропорт. Маруся сидит. Думает. Как впечатление у тебя было? Ой, ты знаешь, впечатлений много. Вот, я бы, наверное, прежде всего подумала, прежде чем сюда ехать. Ну, то есть, вообще, есть ли смысл? Первое, очень далеко. Второе, очень дорого. Наверное, надо понимать просто человеку, который сюда едет, зачем он сюда едет, да? На острове с экзотическим названием, который где-то очень далеко находится. Это, ну, в принципе, это интересный опыт. И здесь красивая природа, есть что посмотреть. Ну, это, опять же, в основном такой пляжный отдых, да? Ну, хотя вот мы разнообразили, да, свою активность. Мы машину взяли с тобой, объездили здесь все, потому что просто лежать 10 дней, это тоже не очень вариант. Ну, вот, и еще хотел сказать, здесь 80% индусов, поэтому, в принципе, можно съездить в Индию, это будет дешевле, ближе, кухня будет немножко похожа. И, в общем-то... История у Индии побогаче. Да. Я думаю, что если бы не кругосветка наша с тобой, наверное, мы бы сюда не поехали просто так. И еще важно для тех, кто, если все-таки соберется, да, сюда, обратите внимание на местоположение, где вы будете жить. Мы выбрали для себя flick'n'flag, и мы не пожалели ни минуты. Здесь инфраструктура вся близко, здесь пляж классный, где-то километров 6 протяженность сюда. Ну вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры подогнал «Симон»